Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда, в это время мы с вами смотрим, что происходит на финансовых площадках. Время сухого остатка, так бы я назвал, эту замечательную пору. 15.04 в Москве. Тема сегодняшнего эфира. Мы поговорим о вероятности дальнейшего снижения рубля. Ну и поговорим, конечно, не только об этом. Событий много, событий важных. Ну и ожидания, ожидания, ожидания рождаются в головах аналитиков, в головах трейдеров. Что будет ближайшее, в среднем, в долгосрочной перспективе. Кстати, ожидания, как видно, по крайней мере, из средств массовой информации, ожидания такие достаточно разнонаправленные, неоднозначные. Ну, все это мы традиционно обсудим с вами сегодня. Я представляю моих гостей в студии сухого остатка Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Добрый день, Михаил. И в студии Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерской операции РосЕвробанка. Добрый день, Олег. Добрый день. Добрый день. Миша, скажи еще раз пару слов в микрофон, что-то плохо слышно, по-моему, тебе. Отлично слышно. Отлично слышно, ну и слава. Уважаемые слушатели, я напомню, телефон студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Традиционно все это вы можете использовать для того, чтобы позвонить или написать, задать свой вопрос, поделиться собственной мыслью, а может быть и несколькими, по озвученному поводу. Ну и традиционно, начиная нашу программу, давайте нарисуем картину маслом. Итак, что происходит сейчас на финансовых рынках. Начнем, наверное, традиционно опять с закрытия вчерашнего, закрытия американской площады, потому что они показали отрицательную динамику. И упали индексы американские, Dow Jones почти на процент, NASDAQ на процент с небольшим, и 1,2% потерял S&P 500. Ну, наверное, можно сказать, что азиатская сессия сегодня присоединилась, да, или тоже как минимум в красной территории, закрылась. Nikkei потерял 0,7%, чуть меньше Shanghai Composite против вчерашнего, да, обвального падения. А вот Европа, и мы, и же с ней сегодня выглядим иначе, выглядим лучше этой заданной нашими старшими товарищами тенденцией, потому что индикатор фондового рынка Британии, FTSE 100, прибавляет 0,8% на этот момент. Ну, а наши и того лучшие. РТС почти 2% в плюсе, 1254, чуть больше процента ММВБ, 1303. Укрепляется рубль, да, в районе 32,7 сейчас его текущая котировка. Ну, и смотрим на сырье и на Форекс, тоже все достаточно благоприятно. Бренд почти 102 доллара за бочку стоит этот сорт нефти. Золото никак не отскочит, правда, 1283 унция металла. И евро-доллар устоял, да, укрепился, надолго ли неизвестно. Выше 1,31, а не 31,32, ну, наверное, неким отскоком это сложно пока еще назвать. Но, тем не менее, не падает ниже, уже хорошо. И голубые фишки сегодня все в зеленом цвете, ну, за исключением Уралкалия, символичный минус у него 0,01%. А остальные все растут. Газпром почти процент, 2 с лишним процента. Норникель, полтора. Лукойл, ВТБ, полтора. Сбербанк, 1,3, полтора. Роснефть, ну, в общем, красотища. Вот всегда бы так, вот всегда бы так. Ну, опять-таки, да, порадовались, порадовались и надолго ли вопрос традиционный, надолго ли. Ну, что ж, если не возражаете, давайте начнем обсуждать ситуацию. Миш, у меня к тебе первый вопрос, собственно, как главе аналитического управления банка, да. Последние несколько дней, ну, два, как минимум, да, понедельник, ну, собственно, понедельник, вторник, мы смотрим на Китай, там обнаружилась какая-то проблема в банковском секторе. Если можно, чуть подробнее об этом расскажи, пожалуйста. Ну, проблема там, так сказать, проблема в банковском секторе, нам уже про них рассказывают три года где-то, рейтинговое агентство. Вот, проблема заключается в том, что пока экономика растет там выше 10%, есть высокий приток инвестиций и мягкая политика со стороны предоставления ликвидности, то, соответственно, эти проблемы никак не скрываются. На текущий момент я бы не сказал, что прям проблема приобретает совсем уж устрашающий характер, но предпосылки пока что не очень такие позитивные. То есть в моменте последнего месяца сокращался приток инвестиций в Китай, иностранных инвестиций. На этом фоне в мае, соответственно, регулятор проводил продажу там векселей, на котором ряд первичных делеров обязаны, соответственно, уставлять беды. И тем самым происходило некоторое сжатие ликвидности. Ну и где-то несколько дней назад такой вот потихоньку рост такой напряженности на денежном рынке, он сопровождался тем, что там один из банков китайских там как-то не вовремя или вообще, я не помню, не выполнил свое обязательство в рамках сделки РИПО там с другим банком. Что спровоцировало некоторое ущемление сжатия кредитных лимитов на средние и мелкие банки в условиях ограниченной ликвидности. На этом фоне регулятор, в общем-то, резких шагов по насыщению системы там дополнительной ликвидности не предпринимает, так как видит, что среди крупных банков китайских пока что ситуация более-менее стабильная. Вот сегодня, допустим, уже вексельный аукцион не проводился, который мог бы изъять ликвидность из системы и поэтому, соответственно, в некоторой степени сейчас ситуация чуть-чуть пока успокоилась. Ну, естественно, если кризис доверия и отсутствие, соответственно, притока свежей ликвидности со стороны иностранных инвесторов в Китае в ближайшие там месяцы при отсутствии действия регуляторов, соответственно, не будет поступать, то для средних и мелких банков, которые во многом фондировали ряд своих проектов за счет краткосрочных денег, которые они занимали МБК, потому что у ряда таких небольших банков там фондирование МБК составляло несколько десятков процентов, и они фондировали достаточно длинные проекты, вот, отчасти некоторый проект, который то, что вот называют теневой банковский сектор, когда деньги выдавались в определенные структуры, а потом они уже расходились еще по каким-то структурам, поэтому в итоге получается, что... Именно поэтому Банк Китая, да, в какой-то степени еще не абстрагируется. Ну и Банк Китая, в общем-то, пока сегодня был комментарий от представителя Банка Китая, он сказал, что в целом ситуация пока что нормальная, вот, достаточная, и он пока каких-то шагов таких вот. Он внимательно следит за ситуацией, то есть можем надеяться, что если какое-то сугубление будет, то будут соответственные действия, вот, то есть пока это вот выглядит как такая некоторая зачистка, контролируемая зачистка банковского сектора, но пока что она выглядит контролируемая. Ну, последствия какие? Ну, в любом случае, последствия, они могут быть там либо умеренно отрицательные, либо там более отрицательные, если этот кризис ликвидности будет разрастаться, потому что, соответственно, уровень кредитования там компаний среднего и малого бизнеса, который этот средний банковский сектор осуществлял, оно будет дальше сжиматься, это, естественно, такое падение кредитной активности среди определенного небольшого кластера экономики, возможно, потому что все равно сейчас там крупные компании, госкомпании, они основную долю занимают и госбанки, вот, оно, естественно, как-то негативно скажется на динамике экономики, но это пока еще, как бы, ну, не кризисный пока сценарий. Ну, здесь вопрос, вопрос просто, как это будет дальше распространяться, если это на текущем уровне останется, то, в принципе, это там несколько сбавит там в определенных секторах экономики, там, для определенных компаний их развитие, вот, и, соответственно, придет к некоторым последствиям корректировки своей деятельности для средних и мелких банков. Спасибо, Миша, ну, и если посмотреть уже по сторонам, что называется, да, за пределы Китайской Народной Республики, можно ли говорить, что это локальная ситуация, кризис с ликвидностью, который вот сейчас, о котором Миша рассказал, потому что одновременно, ну, или последовательно, может быть, происходят следующие события на денежном, на долговых рынках во всем мире, да, растут трежери Соединенных Штатов Америки, доходности, точнее, растут, растет доходность европейских облигаций, вот, Олег, как ты думаешь, это не звенья одной цепи? Это абсолютно точно звенья одной цепи, в общем-то, мы давно уже ждали взрыва вот этого облигационного, когда, наконец, деньги начнут выходить, то есть сейчас высвобождается огромный поток ликвидности из облигаций по всему миру, единственное, кто не реагирует, это Бразилия, точнее, Колумбия, ну, и так, немножко реагирует Бразилия, остальные, что касается Америки, Европы, там трежеря демонстрируют очень серьезный рост доходности, например, за последний месяц американские десятилетние выросли в доходности на полпроцента, это, на самом деле, взрывной рост считается, потому что до этого ставки держались сверхнизкими, но для нашей страны все равно эти ставки практически нулевые, потому что у нас облигация дает совершенно другую доходность, вот, единственное, я бы по поводу Китая еще добавил такую вещь, поскольку американцы в последнее время взяли определенный вектор, вектор, это означает накачка экономики ликвидности и печатает огромное количество денег, соответственно, они тем самым поддерживают цены на энергоносители, и поэтому китайская экономика, она из-за постоянно высоких цен на энергоносители и на нефть, в том числе, она фактически стагнирует, потому что вот тот прогноз, который сейчас Goldman Sachs дал на 2013 год и на 2014 год по экономике Китая, цифры совпадают с прогнозом по инфляции, то есть фактически экономика будет работать в ноль, вот, и это как раз то самое опасение по Китаю главное, которое сейчас обсуждается и эмусируется рынком, вот, и плюс ко всему... Китай может потянуть и всех остальных. Да, то есть спрос будет падать, соответственно, ну, это я применительно к нашему рынку говорю, потому что если цены на нефть пойдут вниз и начнут отрабатывать коридор какой-нибудь 90-80 долларов за баррель, то, конечно, наш рынок из-за этого пойдет вниз, то есть экономика наша будет немножко снижаться. И второй момент по поводу Китая, там еще недавно после смены власти широко обсуждались инфраструктурные проекты. Вот на эти инфраструктурные проекты выделялись определенные деньги и за счет них тоже планировалось как-то стимулировать китайскую экономику, но, к сожалению, они только на 50% пока выполняют свою программу, это тоже дают. Я понял. Сейчас мы прервемся, как всегда, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка, и Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерской операции РосЕвробанка. И мы обсуждаем текущую ситуацию, поговорим чуть позже, наверное, о перспективах отечественной валюты. Ну вот, очень интересную, да, мы подняли тему, начиная с Китая и затем по всему миру, мы видим рост доходности. То есть, выходит народ из облигаций, выходит народ из долгового рынка, то есть, налицо какое-то стремление перепозиционироваться. И вот Олег за эфиром здесь предположил, что если действительно деньги выводятся с долгового рынка, то они куда-то должны пойти. И мы так робко предположили, может быть, они пойдут все-таки на рынок фондовый, а поскольку рынок фондовый подразумевает, да, и рынки развивающиеся, то, может быть, и России достанется. Олег, как ты думаешь? Есть такая вероятность, она пока не очень высокая, но тем не менее у нас очень много компаний с реальными активами, в которые имеет смысл вкладываться, потому что у них есть, допустим, какие-то шахты, если брать угольную промышленность, да, металлурги, у которых есть тоже свой рынок добычи, рынок сбыта. И мне кажется, что деньги сейчас как раз пойдут во что-то осязаемое. И если говорить о нашем рынке, ну, пока на данный момент компаний очень малые, которые привлекают иностранных инвесторов. И, в общем-то, они находятся в топ-10, и мы видим там тот же самый магнит, там Роснефть, Норильский Никель, он как бы немножко похуже смотрится. Андрей, в данном случае нужно ли, чтобы у иностранного, в частности, инвестора глобальный какой-то взгляд изменился на российский рынок? Или он не будет смотреть ни на какие вот эти... Глобально, я не думаю, что прям вот совсем глобально. Им самое главное, нужно понимать, что Китай в ближайшее время не ухнет. Потому что если Китай более-менее будет справляться со своими проблемами, это автоматически означает, что наша экономика, которая является нефтезависимой и Китая-ориентированной одновременно, она, соответственно, не будет демонстрировать серьезного спада. А если в экономику придут свежие деньги, и если будут развиваться компании, которые занимаются каким-то... Компании Дарья из реального сектора, то автоматически человек, который вкладывает, он тем самым стимулирует экономику. Поэтому, говорите о каких-то опасениях, пока... Пока приезжают. Миш, смотри, вот мы сейчас затронули тему количества смягчений, программы количества смягчений, последнее заседание Федрезерва, выступление Ксайна Бернанке, который уже сказал, да, что практически до конца года, наверное, начнется постепенное сворачивание этой программы. Хотя, с другой стороны, вот на этой неделе выступали ряд членов комитета по ставкам, да, глав региональных банков, да, США, и какие-то очень, я бы сказал, такие противоречивые идеи они высказывают. В частности, да, что не так уж и очевидно, что экономика растет, может быть, надо еще подождать немножко. Тем более, вот эта вот ситуация в Китае, ну и так далее, может, может каким-то образом, да, изменить отношение к программе количества смягчений, как ты считаешь? Ну, ситуация в Китае, я не думаю, вообще никак не повлияет на ситуацию в экономике США, вот, соответственно. Если только азиатский кризис может как-то более глобально там еще повлиять. Ну, то есть Китай, да, можно предположить. Драйверы американской экономики, это сейчас внутренние драйверы, соответственно, свой сектор потребления, соответственно, сопутствующие сектора там за счет более низких ставок, там, сектор недвижимости и так далее. Вот, поэтому, с точки зрения, что повлияет на корректировку вот того направления, которое было задано на той неделе, по сценарию, что к концу года потихоньку начинаем уменьшать, начиная с сентября и к середине июня, вообще заканчиваем с этим делом. Наконец-то. Вот. Это может повлиять только явное ухудшение макроэкономических индикаторов по сравнению с тем, что происходило в последние месяцы. Сейчас у нас пока, даже несмотря на то, что индекс АСМ в предыдущий месяц там пошел на 49 пунктов в промышленном секторе, в секторе услуг пока в США более-менее достойная ситуация и пока опережающие индикаторы не говорят, что там будет какой-то сильный спад потребительских настроений и, соответственно, потребительских трат. Хотя, безусловно, вот это вот уже даже там на 5-7 процентов, сколько там, коррекция S&P, которая произошла, она на потребительские настроения отчасти повлияет. Потому что в Америке они все складывают в совокупность не только, что происходит на рынке труда, а то, что у них большие вложения, соответственно, в фондовый рынок и в рынок недвижимости. То есть, когда цены растут на недвижимость, когда фондовый рынок растет, это даже может перекрыть там все какие-то рост налогов, то, что и произошло в первом полугодии. Вот, поэтому вот только этот момент может повлиять, допустим, вот через неделю, там, наверное, где-то будут данные там по рынку труда США, получите там плюс 100 тысяч рабочих мест. Все, там торжеря в моменте сразу же, там, за несколько дней уйдут на 2,1, очень быстро. Это точно так же быстро произойдет, потому что... То есть, сейчас рост дохода... То есть, те потоки, да, они, соответственно, сразу же обратно пойдут. То есть, сейчас рынок ставит, что вот то, что происходит в последнем месяце в американской экономике, оно будет продолжаться. И тогда действительно реализуется сценарий. Подтверждение в сентябре уже о постепенном сокращении и там плавный выход. Вот сейчас рынок отыгрывает этот сценарий. То есть, любое ухудшение серьезное по макроиндикаторам, оно этот курс скорректирует. Если этого не произойдет, то, ну, мой взгляд, по рынку Трежерис, это где-то на месяц оно сейчас вокруг уровня 2,5. Там, естественно, возможно, откат там на 2,3 при текущей волатильности. Но в целом где-то вот вокруг этого уровня... Сейчас вот я смотрю, 21 число 2,53. 2,53 десятилетки закрылись. Вчера 2,6 было, вот сегодня 2,48 в течение дня было. Ну, вот где-то с определенной волатильностью вокруг этого уровня, я думаю, потому что рынку нужны будут дальнейшие подтверждения. То есть, если мы в июле и в начале августа будем продолжать получать сильные данные по США, то, соответственно, уже сентябрь-декабрь рынок уже будет, возможно, будет способен двинуться дальше в направлении 3%. Это вот если все ровно, хорошо в США дальше происходит. Сейчас уже быстрое движение прошло, соответственно, самые такие нервные инвесторы, хедж-фонды рынка Трежерис, если они пытались закрыть позиции, да, естественно, волатильность вокруг текущих уровней, она, безусловно, будет, потому что, как бы, рост волатильности на рынке произошел, он быстро не успокаивается. Но, в принципе, дальше уже рынок будет ждать вот по мере поступления макроиндикаторов дальнейшего подтверждения вот этого курса. Если подтверждать, что в США, соответственно, рынок труда дальше выходит на 200 тысяч в среднем за несколько месяцев, да, там спокойненько, там, уровень безработицы, соответственно, с прогнозами, как ФРС ждет, там, к концу года падает на этот уровень, то, соответственно, так или иначе, долгосрочные инвесторы с рынка Трежерис, они будут потихоньку уходить. И резонный вопрос, а куда они будут уходить, Миша? Ну, во-первых, сейчас, то есть, если посмотреть, то почему они выходят? Они не выходят, потому что, соответственно, все плохо там или там будет дефолт в США. Источник выхода – это долгосрочное ожидание, что мы сейчас были на минимуме процентных ставок, там, наверное, последних нескольких лет, вот, это парадигма рынка меняется. Но она будет меняться вот в том направлении, которое сейчас задано, только если будет хорошая ситуация в экономике. Это значит, что деньги вначале будут просто выходить из рынка Трежерис, просто в никуда, просто обратно, а потом, прежде всего, они будут оставаться там, там, где хорошо в экономике. В Америке. У них же хорошо, да? Вот. И, соответственно, спокойно можно кредитовать, ну, и потом, естественно, Эквити покупать. Ну, сразу никто Эквити, конечно, не будет покупать, сейчас такая немного сумбурная ситуация, быстро там в Эквити никто не побежит. Вот. Ну, наверное, потом, когда-нибудь, они в Emerging Magist там что-нибудь пойдут. Ну, понятно. Ну, прежде всего, они пойдут там, где, то есть, источник, почему раньше все бежали, и было контр-движение, почему было, допустим, всегда было раньше, да? Парадигма рынка там, в большинстве случаев, Трежеря вниз, доходность, соответственно, акции падают. Ну, то есть, грубо говоря, Трежеря покупают, акции продают там, акции покупают, Трежеря продают. Почему? Потому что, грубо говоря, рынок в любом случае был уверен, когда был бегство из рисковых активов, что ставки в долларах будут оставаться низкие. Ну, они туда и бежали, да, там, что самое надежное, где будут низкие ставки гарантированно. Ну, вот они туда бежали. В Европе плохо, в Америке там низкие ставки и КУИ там, ну, соответственно, гарантированно можем пересидеть здесь. Там что-то улучшается, можно чуть подпродать, и то глобально Трежеря все равно, как бы, были на минимумах доходности все время, тренд шел. Вот. Сейчас эта парадигма меняется, и оттуда выходит, выходит оттуда, но не выходит в рынок акции, потому что это, как бы, смена, ставка на смену политики ФРС, ставка на изменение курса процентных ставок. Поэтому быстро в акции это перебега некая, а когда, соответственно, люди видят, что очень быстро растет доходность на рынке облигаций, размер которого колоссален, то они понимают, что если она так же быстро будет расти, то у многих фондов, да, там, банков будут серьезные потери, потому что они в этих бумагах сидят, сидели годами. И, возможно, им придется сподавать и другие акции. Поэтому сейчас ситуация просто про, когда я вижу быстрый рост доходности, там, за неделю на полпроцента, то я просто все продаю. Вот сейчас вот это происходит. Вот. Потом будет какое-то отверзление, стабилизация. То есть на ближайшие, там, недели-две, я считаю, что рынок акций напрямую зависит от торжерей. То есть достаточно сейчас вот остановки по торжерям, вот остановка постоянной распродажи, тогда рынок акций как-то тоже пытается стабилизироваться, даже, может быть, какие-то откаты. Вот. Но глобально все равно вот эта вот ставка на рост процентных ставок в долларах, там, через 2-3 года, соответственно, в Европе, в принципе, все равно у всех, ну, рецессии, но по PMI сейчас ситуация такая, что ухудшений там не будет, будет дальше потихоньку плавно, может быть, там, болезненно очень, но потихоньку оно будет этот минус подсокращаться, пока вот PMI нам на это указывают, то есть. И ЕЦБ тоже не будет смягчать политику, соответственно, при такой конъюнктуре. Поэтому глобально просто вначале сейчас забирают люди при сокращении вот этого долларового предложения, какого-то там, в ожидании роста ставок, там, через несколько лет люди забирают деньги с emerging markets. Вот. И я сейчас больше всего, больше боюсь вот этот отток капитала, который, соответственно, если будет подтверждаться тема с ФРС, главное, чтобы азиатские экономики вне Японии, там, допустим, там, Индонезия, Таиланд, там, и так далее, Южная Корея, там сейчас будет серьезный отток капитала. И вопрос, как бы, насколько они выдержат. Главное, чтобы они выдержали. Вот. Если они выдержат, то мы это как-то переживем, да, там. Вот. Если не выдержат, то это будет то, что было в 98-м году. То есть тот же самый, да, азиатский кризис, который потом... Перед 98-м годом был азиатский кризис. Ну, это пока еще рано, конечно, такие, грустные вещи, говорит. Ну, о грустных вещах мы не знаем, но какие-то разговоры по этому поводу. Сейчас, Олег, у меня к тебе вопрос, но, к сожалению, времени не так много. Смотри, вот если мы действительно в какое-то время увидим, да, переток капитала, но не в буквальном смысле с одного рынка на другой, а еще, как Миша вот предположил, что, значит, межвремени какой-то. То есть в данном случае можно говорить о том, что народ в кэшу просто уходит, и восходящий тренд в долларе, вот он получает свое подтверждение. Так, и есть. Плюс ко всему нужно учитывать, что сейчас идет смена политики ФРС и смена главы. А во время смены главы ФРС нужно обязательно... Ну, как я говорил, времени нет. Сейчас мы послушаем новости, а потом ты продолжишь ответ, хорошо? Итак, новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем, как всегда, текущую ситуацию. Поговорим чуть позже, мы поговорим о динамике отечественной валюты. Я напомню, в гостях сегодня Михаил Гонопольский, начальник католического управления Бинбанка, и Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерских операций РосЕвробанка. Телефон студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании финам.ФМ. Итак, возвращаемся к обсуждению. Собственно, закончили мы ее перед новостями. Разговор о дальнейшей политике Федрезерва. Олег, продолжи, пожалуйста. По поводу смены курса ФРС. Поскольку в январе 2014 года у Бена Бернанки заканчивается его полномочия, и, скорее всего, судя по каким-то косвенным факторам, и его личным словам на пресс-конференции, перезабираться он не будет, соответственно, курс будет меняться. То есть сейчас эпоха сверхнизких ставок, а дальше последует курс плавного повышения этих ставок. Обычно, когда идет смена курса, в любом случае рынки ведут себя очень волатильно, и поскольку есть некая неопределенность относительно того, что будет происходить дальше, сейчас, скорее всего, тот кэш, который освобождается, он не будет спешить обратно заходить куда-то. Он будет очень избирательно, ну, соответственно, это какие-то безрисковые активы, это, возможно, какие-то депозиты. Плюс ко всему, если говорить о всплеске на рынке недвижимости, то в Штатах, например, есть несколько штатов, в которых год к году, если сравнить, например, май 2012 года и май 2013 года, показали рост от 30 до 35 процентов, в том числе, например, если брать Майами. В Майами там вообще максимальный показатель, там 35 процентов. Соответственно, люди потихонечку, если у них есть свободный какой-то поток, они будут стараться вкладываться во что-то. Ну, опять в реальные, да? Да, в какие-то реальные активы, потому что сейчас лучше пересидеть, переждать. И то же самое касается рынка, потому что сейчас рынки будут весьма волатильные, вот, и не исключено, что это будет просто боковик с уклоном вниз. Поэтому сейчас все по всему миру потихонечку будут выходить и ждать дальше, ну, ждать каких-то дальнейших изменений, и чтобы возникло уже некое понимание, какой дальше будет взят курс. Кстати, о понимании, если позволите, я процитирую, на этом неделе состоялись ряд выступлений, как я уже говорил, да, глав Федеральных Северных Банков Соединенных Штатов Америки, вот, в частности, господин Дадли из Нью-Йорка говорил следующее. Политика ФРС пока еще не достигла целей по инфляции и занятости, и вообще не была достаточно стимулирующей. Причем, вот, это его фраза на фоне того, о чем мы только что говорили, о том, что, да, и уже глава Федрезерва заявляет о начале выхода из программы коррекции печенья. Вот здесь нет парадокса никакого, это все для того, чтобы подлить масло в огонь. Зачем это вот все произносится? В любом случае, на рынке не бывает каких-то очевидных вещей, поэтому в любом случае там разыгрывается какой-то спектакль, они могут какие угодно делать заявления, и они постоянно меняются. То есть есть люди, которые там за что-то, есть люди, которые против. За счет этого возникают, собственно, вот эти движения волатильности, те, кто торгует новостями текущими. Вот, но я думаю, что глобально курс из-за этого все равно не поменяется. Поэтому на эти движения сейчас лучше не обращать внимания. То есть если выходит один из представителей ФРС по какому-то банку центральному, я думаю, что на эти новости лучше никак не реагировать. То есть все-таки выбрать, да, какое-то одно направление и ему следовать. Ну направление сейчас уже выбрано, по большому счету. То есть всем понятно, что рано или поздно они начнут сокращать программу, потихонечку из нее выходить, а следом повышать уже ставки. Поэтому, ну, это может занять полгода, это может занять два с половиной года. То есть процесс может быть долгий, может быть быстрый. Я понял. Миш, ты как вот на такие провокационные выступления реагируешь или действительно их мимо ушей? Да, какие провокационные-то? На самом деле Бернанке же тоже, когда то, что он говорил, он все время всегда оговаривает, что если ситуация в экономике, просто впервые он рынку, в общем-то, обозначил более конкретно. То есть раньше рынок домыслил за него, сейчас он обозначил, и там какой-то тайминг даже обозначил, что вот там за полгода мы можем там что-то уже даже завернуть. Вот это было новое, об этом рынок думал, вот, а он это сказал, вот это действительно. Но он всегда оговаривается, а вот эти, соответственно, люди, его подопечные, его друзья, да, его помощники, вот, они, соответственно, в принципе, тоже, некоторые из них там более агрессивно настроены, некоторые наоборот, но они в целом все равно крутятся тоже вокруг этой темы. То есть никто из них не отвергает, что если у нас рынок труда будет хорошими темпами устанавливаться, то это, соответственно, позволит ФРС уже начать политику. А вообще, в принципе, ну, безусловно, там, к осени все может поменяться, даже там один индикатор по рынку труда через неделю может перевернуть все просто вот так вот. Но пока все, все предпосылки идут, что, в принципе, чтобы такое направление было, которое сейчас задано. Вот, а то, что Бернанке все-таки решился и как-то сам лично обозначил, я думаю, это, с учетом того, что он оговаривается, это, наверное, очень такой даже хороший ход, потому что он рынки готовит, рынки должны быть готовы заранее. К всему, да? К всему, да? К всему, быть готовы, а не чтобы там за месяц, там, до заседания Федрезерва в сентябре, в августе вдруг что-то там оказалось, и они бы еще там, еще с большей скоростью, чем сейчас было, начали уже перестраивать, там, соответственно, там, реалоцировать свои, там, портфель. Вот, просто, поэтому нормальная такая политика. Другой вопрос, что все равно до сих пор не обозначено конкретно от Федрезерва, какие должны быть цифры, чтобы они сократили программу, все гадают, там, до 7 процентов. Безработица. Да, там, в среднем 200 тысяч или 250 тысяч, там, кто там, один член Федрезерва, одну цифру говорит, другой, другую, Берланке молчит, вот, там, соответственно, какие темпы, да, должна набрать экономика, и насколько инфляция должна, соответственно, тоже чуть повыше развернуться, чтобы они спокойненько начали сворачивать. Вот это вот, наверное, минус тот, который есть в Федрезерве, и вчера, допустим, как раз об этом в некоторой степени один из членов региональных, федеральных федеральных банков, Кочерлакот, он как раз там даже целый стейтмент выпустил и сказал, что есть проблемы коммуникационной политики, да, что, там, до конца, в общем-то, всем понятно и обозначено вообще вот условия вот этого, когда этот выход будет состоиться. Поэтому здесь, конечно, есть некоторый момент, который будет держать рынки в волатильности, напряженности, у разных авторитетных экономистов будут, могут быть абсолютно разные мнения, несмотря на их одинаковую авторитетность, вот, и, соответственно, вот такая вещь. Они поэтому и авторитетные, потому что у них разные мнения, что они одного мнения придерживались, наверное, авторитет это тоже пострадал. Кстати, мне показалось, что в этом есть плюс еще, да, вот эта слабость коммуникативная, так называемая, да, связь Федрезерва с реальностью, что в этом случае у главы, ну и у руководителя Федрезерва, у них руки развязаны. Действительно, они не называют конкретных цифр, и они в любой момент могут сказать, вы знаете, нет, вот еще безработицы не достигнутся. Не, ну, надо на самом деле все-таки отметить, да, что вот то, что мы вроде бы указали, ну, на эту вот коммуникативную, да, соответственно, такой минус, но если сравнить там, соответственно, степень коммуникации, открытости ФРС там сейчас и там при Гринспене, то она существенно продвинулась. Даже можно конкретный пример привести, что, допустим, раньше не было никаких пресс-конференций, а если вы помните вот это вот все, все, что состоялось на прошлой неделе, оно состоялось после пресс-конференции, а раньше просто, а стейтмент, который выпустили, он, в общем-то, не был, ничего такого не было, сверхъестественность. То есть, если бы как раньше вышел бы этот стейтмент, и все. Может быть, все бы были счастливы, некоторые владельцы облигаций, вот. Никто бы и не побежал из тяжеления. Поэтому все-таки, конечно, коммуникационная политика, она продвинулась, да, но рынку нужно больше всегда, больше, больше. Да, рынок никогда, никогда, да, что называется, синицы в руках не радуются. Ему всегда журавли. В этом плане можно доверять аналитикам из Goldman Sachs, потому что раньше все привыкли, что Goldman Sachs сделали прогноз, делай наоборот. Вот, но сейчас ситуация немножко поменялась. Вот, пока идет Куе, и пока все прогнозы от Голдманов, они сбывались. Я вот проследил. И что касается второго Куе, и что касается Твиста, и что касается вот тогда в сентябре третьего начала. Вот, они все точно по месяцам угадывают. И вот они говорят, что осенью, в сентябре, сентябрь-октябрь, соответственно, пойдет сокращение. Ну, посмотрим. Может, в этот раз они тоже окажутся правы. Но там будет, если сокращение, то оно, конечно, где-то от 25 до 50%. То есть не сразу все, да? Не сразу, да. То есть они будут постепенно. Потому что если они это сделают сразу, вот одним таким волном, то, конечно, это обрушит рынок. Они просто не имеют права это делать. Хорошо. Ну, и давайте с небес на землю, собственно, грешную нашу сойдем. Посмотрим, что творится на российском рынке, в российской экономике. Ну, и первое, с чего мы начнем наш разговор, давайте обсудим ситуацию в рубле. Вот то, что происходило последние несколько дней. 33 практически уже сделали, если говорить о технических целях. Сегодня мы видим укрепление, небольшое укрепление рубля. Ну, по некоторым слухам это связано с налоговым периодом. Да, и наши экспортеры активно приобретают национальную валюту, чтобы решить собственные финансовые вопросы. 32,80 в моменте, но чуть ниже было 32,68. Итак, Олег, вот эта динамика, она чем обусловлена? Может быть, действительно, вот этот общий тренд на укрепление доллара, который здесь вот мы видим, в частности? В любом случае, тренд на укрепление доллара, он тоже имеет место быть, потому что то, о чем мы говорили, сворачивание программы КУЕ, она идет на пользу американской валюте. Но поскольку мы разбираем именно пару, валютный доллар-рубль, то тут еще стоит обязательно акцентировать внимание на том, что происходит внутри нашей страны. То есть, во-первых, снижение каких-то прогнозов по росту экономики, они давят на рубль. Что касается вот этих налоговых периодов, да, конечно, там есть движение, то есть, в любом случае, хеджируются наши экспортеры. Но глобально рынок все-таки реагирует на заявления первых лиц. То есть, если вспомнить... То есть, это история локальная такая, временная. Да. А если вспомнить недавнее заявление Силуанова по поводу девальвации, да, ну, во-первых, нужно понимать, что такое девальвация. Ну, Силуанов понимает, что такое девальвация? Я думаю, что да. Зачем он такими словами бросается? И еще очень многое зависит от того, за какой период это произойдет. Потому что мы наблюдали там рост в течение полугода на 20% доллара против рубля, да. Вот это можно считать девальвацией? 20% это прилично, да. 20% это прилично, это девальвация. То есть, если будет так же, то, в принципе, я не исключаю такого сценария. И к осени мы вполне можем увидеть доллар против рубля выше, то есть, на уровне где-то 34,5. Вот. Но заявления были не очень приятные, скажем так. Не очень приятные, не очень корректные. И при том, если опять-таки возвращаться к этому заявлению, ведь в конечном итоге сошлись на том, что речь идет не о девальвации, а речь идет просто о технических моментах, когда Минфин, да, собственно, пополняет нашу кубышку, самостоятельно выкупая валюту с открытого рынка. Всего лишь, всего лишь. Недавно же, помните, когда Минфин выходил опять на рынок, и когда продавали валюту против рубля, все думали, что это как бы, вот у нас есть некий валютный фонд, из этого валютного входа продают доллар, чтобы поддержать отечественную валюту. На самом деле, этот ход был совершенно мне непонятный пока, то есть, я не могу найти объяснение, но они продавали из резервов. То есть, это не было обеспечено от текущей позиции. И поэтому им нужно было, когда рынок немножко спустится пониже, им нужно было вновь пополнить эту позицию. Собственно, они это и сделали. И теперь они говорят, что ослабление рубля для нашей экономики – это полезно, поэтому никаких проблем мы с этим не видим. И вот еще обронили слово «девальвация». Не, ну это там ни к чему, конечно, я бы слово. Миш, ослабление рубля для нашей экономики полезно? Ну, безусловно, в текущих масштабах оно полезно, потому что оно, по сути, делает цену на нефть на несколько долларов выше. Выше, да? При постоянном размере. Вот. То есть, поступление в бюджет, да, несколько больше? Ну, конечно, да, при неизменности цены. В целом, ну, на мой взгляд, рубль бы подешевел, там, даже если бы Сиуанов сказал, что рубль будет укрепляться. Причем, может быть, даже быстрее бы подешевел, да? Потому что, да, безусловно, может быть, там, в моменте, это просто, так знаете, бывает на рынке, когда совпадают события, потому что, если вы посмотрите, там, динамику всех развивающихся валют и динамику рынков бандов этих стран, развивающихся, отсюда вшел поток, он не останавливался, это вывод денег, вот, соответственно, с emerging markets, с рынков бандов и конвертация их, там, в валюту, в доллары, в евро. Вот. Наверное, да, безусловно, какое-то, соответственно, мнение российского высшего лица, да, там, в правительстве, оно подбавило, там, 20-30, может быть, 40 копеек для этого движения. Но, в целом, рубль бы подешевел, потому что он шел синхронно, там, и с канадским долларом, с австралийским долларом, там, с бразильским реалом. Я понял. Сейчас мы еще раз новости послушаем. Ну что ж, друзья, продолжим наш эфир. Немного у нас осталось времени. Кстати, я посмотрел, сейчас опять обновил информацию, посмотрел на отечественный рынок, сдувается он потихонечку, наверное, все-таки такая позитивная, да, картинка, ненадолго, к сожалению, в нынешних, по крайней мере, событиях, да, невозможно, чтобы наш рынок противопостоял огромной, да, глобальной тенденции. Вот, и уже потихонечку начинается возврат вниз. Ну что ж, давайте продолжим разговор о перспективах рубля. Миш, если можно, вот, собственно, разговор в спектре обсуждения новости, да, нескольких дней, когда, ну тогда еще глава Минфина, да, господин Силуанов, предложил. Да, еще он до сих пор вроде глава. Перестановки его не коснулись, значит, я извиняюсь. Нет, нет, нет. Прошу прощения тогда. Да, да, значит, его фраза о девальвации рубля, ну и уверенные движения в паре доллар-рубль вверх к 33. Ты считаешь, может это продолжить, тенденция это сохранится, продолжится ослабление рубля в ближайшее время? Ну, соответственно, в соответствии с обстановкой по платежному балансу ситуация следующая. То есть у нас сейчас за месяц социальный торговый баланс где-то там в районе 12, 13, 14, там, может, то меньше, то побольше при цене 100-105 долларов за баррель. Соответственно, отсюда убирается там прочие статьи счет текущих операций и в итоге счет текущих операций за месяц там вообще близок к нулю. А дальше, соответственно, на это накладывается ток капитала. Вот уровни корзины и уровень интервенции центрального банка при оттоке капитала 7-8 миллиардов в месяц, то, что мы можем увидеть за май или июнь по статистике, отток капитала за месяц, он как раз покрывается объемом интервенции. Соответственно, вот это вот суммарное сальдо платежного баланса при оттоке порядка 7-8, и это соответствует уровню бивалютной корзины 37-37,50. Сейчас она торгуется в районе 37-30, максимум были там 37-60. Ну, то есть, естественно, там можно выходить. Вот, соответственно, если предположить, что отток капитала при неизменении цены на нефть несколько там поугаснет, до 4-5, то, соответственно, мы можем увидеть там 36-50, то есть где-то укрепление на 50 копеек террористов. По корзине, по корзине ты говоришь? Вниз, да. Ну, пока отток идет, поэтому при таком оттоке и сохранении текущей ситуации в рамках текущих операций, вот этот уровень 37-37,50 рубль будет вокруг него крутиться, естественно, он будет уходить за пределы, потому что это волатильность, там объем потоков. Да, но это уровень такой сейчас вот, куда он дошел, он соответствует. То есть, представить, что отток капитала еще больше увеличится в месяц, там до 10-12 миллиардов, но для этого должно быть, наверное, существенное дальнейшее ухудшение ситуации, вот, либо там падение цен на нефть. Поэтому я думаю, что мы либо увидим вот волатильность вокруг текущих уровней по бивалютной корзине, а уже доллар-рубль, это зависит от евро-доллара, соответственно, как он будет, там, пониже или повыше. Вот, то есть, вот это вот где-то в пределах, там, 50-70 копеек по бивалютной корзине, вот вокруг текущих уровней мы видим волатильность. Вот, если ситуация чуть пойдет получше, то он может спокойно, там, скорректироваться чуть-чуть. Но сильно выше и надолго я пока не жду. Но тогда это уже будет более кризисное, действительно, какое-то развитие событий, может быть, в Азии, да, может быть, в другом регионе какое-то событие произойдет, и тогда, действительно, отток может еще больше увеличиться, и при, там, падении цен на нефть, тогда мы можем увидеть, там, еще, там, плюс рубль, там, понятно, да. Вот, но в моменте сейчас, на мой взгляд, ситуация дошла до уровня, который соответствует, в общем, тому, что происходит. Я понял. А евро-доллары, Миша, упомянул. Олег, как ты видишь евро-доллар? Сейчас вот он упал на 1,31, ну, вот мы видим небольшой отскок. Продолжится снижение или все-таки? Если с точки зрения технического анализа и циклического анализа, то сейчас там сигнал на продажу. Вот, поэтому там верхняя граница сейчас идет где-то 32,60. Это по циклам, если брать. И только закрытие выше этого уровня может дать какую-то возможность для дальнейшего повышения. Вот, сейчас на данный момент сигнал на продажу, я не знаю, они могут спуститься еще ниже. Они могут пойти куда-нибудь опять на 29. Вот, потому что тенденция к укреплению доллара, она все равно есть. Соответственно, если рынок начинает торговать эту идею, а он уже начал торговать эту идею как месяц, соответственно, есть вероятность, что движение продолжится еще ниже. Понятное дело, что это будет не резкое движение, это будут волатильные торги, но пока больше тенденции на снижение евро-доллара. Ну, а вот такие гипотетические прогнозы о том, что, ну, наверное, не завтра и не послезавтра, но евро-доллар может оказаться, ну, как минимум сначала в районе 1,20, а потом и к паритету придет. Вот мне всегда интересно, где этот паритет. Но что могу сказать? Такие прогнозы всегда были на рынке. То есть я вот сколько помню, когда евро стоил 1,46, тоже был прогноз, что на 1,20 он направляется. И если брать такой длинный промежуток времени, то рано или поздно человек оказывался прав. Вот, то есть вполне вероятно, что он может пойти опять к 1,20. Потому что ситуация меняется на рынке довольно часто, и как бы если начинается какая-то вот новая тенденция, то есть идет укрепление доллара против евро, опять начинаются подтягиваться какие-то европейские проблемы, опять начинается рост доходности европейских облигаций. Соответственно, да, не исключено, что... То вполне логично. 1,2 мы увидим. Кстати, да, мы вот сейчас обсуждали некую глобальную тенденцию, связанную с укреплением доллара США. Если посмотреть все же еще и внутрь еврозоны, во внутрь еврозоны, там опять, да, на первом месте некие уже... Италия, насколько я читал сегодня, средства массовой информации, Италия может обратиться за помощью к центральному... Могут, и периодически это будет происходить еще какое-то время, потому что в Европе все неспокойно. И поскольку они сотрудничают тоже напрямую с Китаем, Китай, в общем-то, основной их деловой партнер, да. Соответственно, от Китая тоже очень многое зависит. И если будут какие-то негативные прогнозы по Китаю, то европейские страны тоже начнут как-то потихонечку обращаться за помощью. И, ну, если посмотреть, да, на большом временном промежутке, то раз в какой-то период появляется какая-то очередная проблема страны, которая уже вынужденно все дотянула до того, что вынуждена обращаться за помощью, дальше начинаются некие встречи, обсуждения, вот, там начинается какая-то, да, театральная постановка, после чего находится какое-то решение. Вот, мне кажется, примерно то же самое будет происходить. То есть в этом ключе еще несколько лет они будут. Ну, несколько лет может быть, а в ближайшее время, вот летом, например, может, да, случиться что-то похожее с Грецией или с Кипром, может быть. Я думаю, что это все-таки уже осенью будет. То есть, ну, вторая половина осени, то есть это где-то ноябрь-декабрь. Миш, смотри-ка, вот, наверняка попался на глаза, это не совсем экономическая новость, но тем не менее, да, господин Берлускони там пострадал сильно. Вот, как ты думаешь, это в конечном итоге может, ну, я не знаю, репутационные риски какие-то, да, для Италии, для еврозоны. Кто-то что-то не знает про Берлускони? За последние несколько лет. То есть, новостью не стало ни для кого, да? Если, не, ну, это, конечно, новость. Семь лет дали, да. Но я, насколько понимаю, там еще есть у него право один раз опротестовать это. То есть, не закрыто, он еще, в общем-то, может встречаться, в том числе, с потерпевшей стороной. Договариваться. Вот. Ну, это может повлиять в каком виде, да? Он сейчас, соответственно, в правительстве постов не занимает, он лидер партии. Если, соответственно, это как-то подкосит лидерство в его партии, будет какой-то новый лидер, который там выйдет из коалиции, там, да, и начнется переворот, это повлияет. Вот только по такому сценарию. Вот. А если, соответственно, даже если все-таки для него это как-то пагубно закончится, хотя, в общем-то, история вокруг Берлускони всегда, пока что, ему удавалось держаться на удивление, всегда на плаву, поэтому мы до конца не знаем, какие там расклады. Вот. И в судебной системе везде. Вот. Но даже если все-таки для него это случится, то вопрос просто стабильности курса его партии. Вот в этом будет выключаться. Я понял. Ну, а возвращаясь к еврозоне и вот к новости о том, что Италия может попросить действительно финансовую... Там почему писали обратиться в связи с чем-то? Я, честно говоря, не помню. Я просто перед глазами... Ну, я... То есть сейчас вообще задача в еврозоне одна у всех. Она так... В общем-то, никто об этом не говорит, но задача у них одна. Им надо дотянуть до момента, когда уже экономика, вот, в общем-то, все, что можно, в общем-то, там, потеряет и начнет все равно восстанавливаться. Потому что рано или поздно это происходит. То, что происходит с индексом идеальной активности, и PMI, и в том числе даже и в проблемных странах, последние два месяца, оно нам намекает на то, что, в принципе, к концу года в Европе может быть, что-то в жизни потихоньку будет налаживаться. Ну и, по крайней мере, они нам намекают, что хуже сильно уже не будет. То есть все все знают, что там все плохо. Что будет в Азии, никто не знает. Это не в рынке абсолютно все, что там происходит. Никто до конца не знает, что это произойдет, или все будет супер. А то, что творится в Еврозоне, уже настолько, как бы, всем известны все эти, все сценарии, да, там, в том числе, очень много ставок на кризисные сценарии, да. Поэтому, безусловно, пока вот динамика, там, деловых настроений, она указывает на то, что хуже не будет. То есть для нас главное, чтобы не было там хуже. Все понимают, что пока там рецессия, что и в Германии рост там полпроцента, там, может быть, чуть побольше там будет или поменьше, да. Ну, в общем, дела не самые хорошие. Но самое главное для рынков, чтобы не было хуже, потому что все остальное, оно, в общем-то, в цене. Главное, чтобы ситуация не ухудшилась, опять там, допустим, все макроиндикаторы пошли на новый минимум. Пока этого не происходит, поэтому рынки рады вот этому всему. Ну, это, как известные, да, фразы, отсутствие плохих новостей уже хорошая новость сама по себе. Наверное, по Европе вот это сейчас мы в такой ситуации. Самая актуальная вещь. Олег, ну и два слова буквально, времени немного. Российский рынок, как ты видишь все-таки летом? Это боковик вот этот тот самый, да, о котором ты говорил, может быть, с небольшим снижением? С небольшим снижением, да. Вот сейчас ближайший, если по индексу брать поддержку, там, 1265, коридор 1250-1265. У меня есть ощущение, что они попробуют его пробить и пойти куда-нибудь на 1200, вот. Но я бы в августе уже потихонечку присматривался к каким-то длинным позициям. То есть аккуратно брать компании, только которые показывают прибыль, у которых есть дивидендная находность. То есть темных лошадок вроде мечело сейчас ловить пока не надо. Вот. И аккуратно инвестировать, диверсифицировать портфель. И, в общем, можно торговать где-то на 50% от общего объема. То есть до августа месяца либо воздержаться, да, либо в кэше посидеть, либо какие-то спекулятивные операции. Лучше валютная какая-нибудь позиция в долларе, да. В долларе. Да. А с августа начинать уже, да, средне-долгосрочно. Можно уже присматриваться, да. То есть там у всех бумаг ситуация разная, соответственно, нужно просто смотреть по конкретной бумаге. Спасибо огромное. Спасибо. Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерских операций Росевробанка. Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанк. Сегодня были в студии сухого остатка. Мы обсуждали текущую ситуацию, как всегда. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Услышимся завтра. Успехов на рынке.